Обнимашки с диктаторами. Грузия. Грузия это пока еще не диктатура, но тенденции в этом плане не очень хорошие. Там много происходит всего интересного. Все последние десятилетия Грузия, прямо скажем, бурлила. Революции, войны. В свое время эта республика была в авангарде движения против коммунистической диктатуры в СССР. Одна из первых объявила о независимости. И Грузия это всегда был такой поляризующий топик в дискуссии о постсоветском пространстве. То есть вот всякие шовинистые консерваторы ее рисуют как такую классическую страну, где рукой ЦРУ была принесена чуждая цветная революция. С другой стороны, те, кто выступает против авторитарной власти у нас в России, среди них очень модно идеализировать Грузию и реформы Михаила Саакашвили, которые считаются чуть ли не витринным образцом модернизации на постсоветском пространстве. Вот мы постараемся поискать такую золотую середину и понять, что же объективно происходило и происходит в этой замечательной стране, которую мы все очень любим, куда Грузия движется и что это означает для России. Во-первых, вот сразу скажу, что у нас среди очень многих наших зрителей и моих сторонников принято так позитивно воспринимать реформы Михаила Саакашвили. Но вот парадокс заключается в том, что скоро вот уже 8 лет, как грузинские избиратели проголосовали против Саакашвили на демократических выборах и вот уже почти 8 лет, как у власти находятся его политические противники. Эта партия «Грузинская мечта» во главе с Бедзин и Ванишвили, на самом деле российским олигархом, которого в России звали Борис, мы сейчас к нему еще чуть-чуть вернемся. То есть вот первый такой момент, вопрос, который висит в воздухе, а как же так, если это были такие успешные реформы, то почему же избиратели проголосовали против Саакашвили и вот его противники так долго держатся у власти. Вторая история, могут ли сторонники Саакашвили и вот таких достаточно радикальных прозападных реформ вернуться к власти, на самом деле это, конечно, одна из серьезных возможностей сегодня. И вот один из поводов, почему мы решили записать эту передачу, в Грузии наконец объявлены и состоятся осенью, скорее всего, в конце октября парламентские выборы. Там парламентская система, там исполнительной властью руководит правительство, которое формируется именно по итогам парламентского большинства. И вот есть возможность, по крайней мере шанс, что в октябре власть сменится и партия грузинская мечта уступит, ну фактически тем, кто хочет взять политический реванш и наследие Саакашвили в грузинскую политику вернуть. Вот мы сейчас поговорим и о том, что там политически происходит и об этих выборах, но начать я хотел с того, что из себя Грузия представляет вот спустя почти 8 лет, как Михаил Саакашвили ушел от власти. К сожалению, это во многом довольно безрадостная картина. Я думаю, что не будет с моей стороны оригинальным и каким-то отступлением от истины, если я охарактеризую то, что в этой стране происходит в последние годы, как застой. Хорошо знакомое нам слово по таким многократным тяжелым периодам в нашей истории, куда мы никуда не двигались и все это потом плохо заканчивалось. Вот на самом деле, когда Грузию приводят в пример такого модернизационного рывка на постсоветском пространстве, действительно этот рывок был, но надо понимать, что он давно закончился и с приходом грузинской мечты к власти в 2012-м, в общем, часы как будто остановились. Знаете, мы в нашей передаче постоянно показываем вам какие-то яркие графики и цифры под рубрикой «Лучше тысячи слов». Вот на самом деле, вы сейчас такой график сможете увидеть на экране, это график прироста в абсолютных цифрах, прироста валового внутреннего продукта Грузии за последние почти 20 лет, который поделен на два периода. Период Саакашвили и период, когда у власти находились его политические противники Бедзин и Ванишвили и грузинская мечта. Вот этот график на экране, и из него очень четко видно, что 70% размеров экономики Грузии, которая существует сегодня, было создано в период реформ Саакашвили. И наоборот, после того, как Саакашвили ушел от власти, начиная с 2013 года, прирост ВВП Грузии был, в общем, таким ничтожным по историческим меркам. Сейчас грузинский ВВП составляет где-то около 18 миллиардов долларов. На момент, когда Саакашвили пришел к власти в 2003-м, он был менее 4 миллиардов долларов. И вот там более двух третей этого прироста, конечно, обеспечился Саакашвили и его реформой. А потом время как будто остановилось. И оно остановилось не только в экономическом плане. Например, одной из базовых идей Грузии и запросов грузинского общества была европейская трансатлантическая интеграция, интеграция с Европейским Союзом, с Альянсом НАТО. Это постоянно декларировалось с момента революции РОС 2003 года, когда люди выходили массово на площадь с европейскими флагами, с флагами ЕС. И у грузин было очень много надежд на то, что они смогут добиться большого прогресса за счет евроинтеграции. Как мы знаем и как мы вам рассказывали на примере многих стран Восточной Европы, бывшей Югославии и так далее. Мы с вами очень хорошо знаем, что евроинтеграция действительно много приносит бывшим странам коммунистического блока. Переносит интеграцию с крупнейшим рынком, свободу перемещения товаров, услуг, капитал, рабочие силы и огромные экономические возможности. Вот мы рассказывали, например, в одной из наших недавних передач про Польшу и чего добилась Польша, интегрировавшись в европейский рынок и получая огромную помощь в том числе от Евросоюза. Но проблема Грузии состоит в том, что вот 20 лет мы уже слышим эти разговоры про европейскую интеграцию и фактически на самом деле она никуда не движется. Ровно то же самое можно сказать о переговорах по вступлению в Альянс НАТО. После того, как Михаил Саакашвили ушел от власти и его вот сменили политики из грузинской мечты, они в принципе не поменяли риторику. То есть они продолжают выступать с таким прозападным на словах курсом и даже какими-то достаточно резкими заявлениями в адрес Москвы и в адрес Кремля. Но тем не менее на практике никакая евроинтеграция, никакое движение по вступлению в НАТО в общем вперед не движется. Здесь я думаю было бы справедливо сказать, что на этом фронте не происходит абсолютно ничего. И это достаточно тревожная история, потому что вот, как мы с вами тоже здесь говорили не раз, например в нашей передаче об Армении. Мы несколько месяцев назад выпустили вот такой похожий большой выпуск про другую страну Южного Кавказа, хорошо нам известную и любимую Армению. Спасибо, кстати говоря, всем армянам за фидбэк, мы еще к этой теме вернемся. Но вот мы здесь говорили одну очень важную вещь, что то, что Армения не предпринимает сейчас никаких практических шагов по интеграции в европейский рынок, европейскую экономику, европейское политическое пространство, это очень серьезная угроза на будущее. Потому что когда вы вот лежите такой один небольшой в подбрюще у такого авторитарного гиганта, как путинская Россия, есть большая вероятность, что гигант вас может в будущем попытаться съесть. И в любом случае вот это отсутствие прогресса, которое мы вам показывали на графике, оно же тоже просто интерпретируется. То есть Грузия уперлась в некий предел, как она могла увеличить размер своей экономики, улучшить благосостояние своих граждан за счет вот таких внутренних реформ. Просто привести себя в порядок, как это делалось при Саакашвиле. Но у внутренних реформ есть предел. Надо выходить в окружающий мир, надо интегрироваться с внешним рынком, с внешним политическим пространством. И мы знаем, как это приносило колоссальные успехи странам Восточной Европы, которые в ЕС таки вступили. Но здесь вот Грузия затормозилась, никакой евроинтеграции не происходит. Это, с одной стороны, большая угроза для будущих проблем с очередными попытками поглощения путинской России. С другой стороны, это вот такой, к сожалению, естественный барьер на пути дальнейшего экономического роста и роста благосостояния граждан. Еще такой очень важный момент – это политические свободы. Да, Грузия остается демократической страной. Но вот вы, например, можете увидеть вот еще один график, который показывает, что скоринг Грузии в рейтинге Freedom in the World, который мы часто цитируем, это рейтинг политических гражданских свобод Freedom House, вы видите, что он медленно, но так верно снижается в последние годы. И, в частности, вот про грузинские выборы международные наблюдатели отмечают, что да, они свободные, да, волеизъявлению грузин там в целом никто не препятствует. Но все это осложняется рядом проблем, прежде всего, это вот таким скрытым олигархическим влиянием на политику. Ну, прежде всего, конечно, со стороны олигарха Бедзина Ионишвили, главы партии, правящей партией грузинского мечта. Сейчас несколько слов я о нем скажу, да. И вторая история, ну, это классика диктатур и классика попыток авторитарного реванша. Власть, когда хочет постепенно демонтировать демократические свободы, первое, с чего она начинает, вы хорошо это знаете, пытается подавить независимую прессу и превращает любые государственные СМИ просто в жупел пропаганды правящей партии и в источник постоянного замалчивания, в лучшем случае, а часто и шельмования оппозиции. Вот все международные комментаторы, начиная с Freedom House до правительств западных стран, отмечают эти проблемы. В Грузии свободу выборов, особенно Грузию традиционно отмечают в позитивном факторе в плане свободы интернета. Там индекс интернет-свобод гораздо выше, чем в целом общественно-политических свобод. Но вот эти две проблемы, это закулисное влияние олигархов и превращение государственных СМИ в рупор пропаганды правящей партии. Это, конечно, очень серьезная проблема, которая не позволяет считать Грузию вот такой полноценной демократической страной. И, как мы вам показывали, динамика в этом плане в последние годы довольно-таки тревожная. Ну и вот кто в Грузии стоит сегодня у руля, я думаю, что вы уже догадались, что я особенно не симпатизирую правящей партией «Грузинская мечта» во главе с Бедзиной Иванишвили. Знаете, во-первых, потому что я этого товарища Иванишвили знаю давно и очень хорошо, и вовсе не как Бедзину, а как Бориса Иванишвили, который был одним из владельцев банка «Российский кредит». Я в конце 90-х работал в российском правительстве, и это была постоянная огромная проблема, вот это попытки владельцев российского кредита захватывать контроль над крупными предприятиями и там приращать такими вот всякими хитрыми способами свою империю. Ну, что вам сказать, чтобы вы просто поняли, о чем идет речь, да? Например, партнером Бориса Иванишвили по Банку «Российский кредит» был Виталий Малкин, вот тот самый бывший сенатор Виталий Малкин, про которого свои разблочительные расследования подробно публиковал Алексей Навальный. Мы читаем Малкин, понимаем, что на самом деле за этим стоит тот же самый Иванишвили. Бедзина Иванишвили вовсе не Бедзина, хотя его так зовут при рождении, но он на самом деле Борис. Это не грузинский, а российский олигарх, который я, откровенно говоря, не сомневаюсь в том, что, конечно, Путин и его клика, они хотели привести к власти в Грузии кого-то менее опасного для их режима, менее зубастого, чем Саакашвили, но они понимали, что в Грузии такой вот простой трюк не пройдет, и никто про путинский здесь выиграть не может. Поэтому они выбрали такой вот хитрый вариант, они взяли российского олигарха грузинского происхождения, немножко его отмыли, переодели, вспомнили, что он на самом деле Бедзина, а не Борис, привезли в Грузию, и вот он основал такую вроде как внешне симпатичную и даже на словах прозападную партию, которая сделала следующее. Вот здесь очень важно понимать, во что Грузия сегодня превратилась. Я, кстати говоря, много лет об этом говорю и пишу, вот год назад у меня была большая статья в Инсайдере об этом, когда к власти в Украине пришел Владимир Зеленский. Я говорил тогда о том, что у Украины при Зеленском есть большой шанс превратиться в такое зависшее государство. Вот если помните Властелин колец и вот этих Назголов, они не там, не здесь, не живые, не мертвые. Вроде как это странно, где больше свобод, чем в России, и вроде они на словах декларируют какую-то европейскую повестку, но на практике там никакого прогресса не происходит, образуется полный застой, и за кулисами стоят вот такие олигархи, которые на самом деле правят бал и решают свои вопросы. И мы видели, как это происходит, например, в Молдове, о которой мы отдельно еще поговорим, где фактически в последние годы случился олигархический захват власти олигархом-плохотнюком. Но сейчас его, правда, выгнали, но ситуация качественно не сильно изменилась. Грузия – это вторая история такого типа, где вроде как есть политика, выборы, но есть такой один большой, напоминаю, российский олигарх Бедзина и Унишвили, который, в общем, работает таким кукловодом и полностью контролирует ситуацию, и ему этот застой выгоден. Ему не нужно, чтобы Грузия куда-то двигалась, ему важен свой олигархический контроль. К сожалению, по этому пути очевидно движется Украина. Мы вот в декабре делали здесь про Украину подробный выпуск и говорили о том, что ситуация двигается в эту сторону, но я, откровенно говоря, не думал, что она пойдет так быстро, потому что они там, Зеленский сейчас зачистил все. Зачистил прокурора, который реально пытался бороться с коррупцией, убрал, ну, не самое, наверное, яркое, но, тем не менее, работавшее технократическое правительство Гончарука, убрал главу Нацбанка Смолия, которую высоко оценивало финансово-экономическое сообщество, и, очевидно, там растет вот это закулисное влияние олигархии, которая вместо реформ пытается решать свои вопросы. Таким образом, вот Молдова, Украина и Грузия – это вот, к сожалению, сложившийся такой триумвират зависших стран на постсоветском пространстве, которые никуда не движутся. Вы понимаете, да, что есть в футболе такое правило – не забиваешь ты, забивают тебе. Если страна, которая нуждается в прогрессии и реформах, нуждается в интеграции в цивилизованный мир, зависает и не идет по этому пути, то это связано с очень серьезным риском, что в итоге движение развернется вспять, и все это будет поглощено гравитацией такого сложного северного соседа. Вот риск для этих зависших стран, таких как Украина, Молдова и Грузия, он очень большой, и Грузия при Иванишвиле, к сожалению, стала очень серьезным примером такого рода. Ну вот, казалось бы, да, мы опять возвращаемся к простому вопросу. Типа, а если был такой классный Михаил Саакашвили и такие просто замечательные витринные у него реформы, как любят многие у нас рассказывать, да, а что ж такое-то, почему уже 8 лет сторонники реформ Саакашвили не могут вернуться к власти, и выборы, ну, не совсем свободные и честные, но тем не менее демократические выборы, которые проходят в Грузии, все-таки выигрывают противники Саакашвили, и вот эта вот олигархическая партия Бедзин и Иванишвили, грузинская мечта. Что ж такое, в чем дело-то, да? И вот здесь мы возвращаемся к теме того, насколько поляризующей фигурой в грузинской политике является сам Михаил Саакашвили, насколько неоднозначно воспринимается его политическое наследие, какой раскол существует среди сторонников тех реформ, которые при Саакашвили проводились. И вот то, что я хочу вам рассказать, это что эту ситуацию не стоит воспринимать однозначно. У нас, мы всегда пытаемся бегать за какими-то вот такими, как я сказал, витринными примерами, да? Вот что просто можно взять, скопировать, да, и больше не париться. Вот, к сожалению, у нас многие пытались изобразить реформы Саакашвили вот чем-то именно такого рода. Были такие книжки всякие, почему у Грузии получилось. Мы видим, что получилось, да не совсем. Получилось многое, но тем не менее на определенном этапе страна зависла. Политически отторгло Саакашвили и его методы управления. И вот об этом всем, признавая некие позитивные итоги политики Саакашвили для модернизации Грузии, признавая это, но обо всех этих вещах надо открыто говорить. Ну и вот мы возвращаемся к теме итогов правления Михаила Саакашвили, потому что мы уже поднимали эту тему в одной из наших карантинных передач весной, которую я вел из дома. Можете вот ее пересмотреть. Я даже не буду повторяться. Там был большой блог, где я выражаю некие скептические мысли по поводу правления Саакашвили в Грузии. Мы сейчас к этому вкратце вернемся, хотя так в общем и целом повторяться я не буду. Ну ладно уж, так и быть. Я знаю, что вы Саакашвили очень любите, но давайте реально начнем с плюсов, которые стали итогами его правления. Ну, один из главных, конечно, плюсов, вот еще даже не доходя до экономического рывка, но Саакашвили все-таки сделал Грузию. Давайте честно, дорогие грузины, не обижайтесь, да? До прихода Саакашвили к власти Грузия все-таки была периферийной страной на международной арене. Саакашвили приподнял ее до игрока, который заметен в мире. Вот, например, вы видите кадры Джорджа Буша, который выступал в Тбилиси. Там, когда вы это гуглите, то вам первые выдают сообщение о том, что в них там Саакашвили какой-то сумасшедший бросил гранату. Она не взорвалась, действительно было. Но мы сейчас об этом не будем говорить. Вот просто сам факт приезда президента Соединенных Штатов и вот такого горячего и теплого приема, это говорит о том, что при Саакашвили Грузия стала действительно заметна в мире. Она стала иметь значение. Это, конечно, очень важный итог. И вот табличка с улицы Джорджа Буша в Тбилиси. Да, да, есть такая. Действительно, Грузия, ее руководство в международных делах в период правления Саакашвили стало играть серьезную роль. Следующая история, еще, опять же, это связанная с экономикой тема, но даже не доходя до экономических сюжетов. И здесь нам надо понимать, что для России это будет супер важно, когда мы свергнем диктатуру и начнем строить нашу прекрасную Россию будущего. Вот одна вещь, за которую Саакашвили стоит, конечно, сказать спасибо, это декриминализация страны. То есть, по сути дела, наследием режима Шеварднадзе в 2003 году, когда Саакашвили пришел к власти, было то, что это была просто территория, поделенная мафиозными группировками. Вот надо не забывать, что помимо экономики, там, дерегулирования, приватизации, открытия рынков, очень важная вещь, которую Саакашвили делал, он убрал криминал из власти, он принял закон о борьбе с оргпреступностью, он реально очень серьезно боролся с вот этим влиянием криминалитета на грузинскую политику, экономику, общественную жизнь и очень здорово Грузию от этого очистил. Я думаю, что многие грузины со мной согласятся, что вот страна, которая была до Саакашвили в этом плане, как бы небо и земля, да, изменения произошли кардинально. Откровенно говоря, вот у нас у многих был скепсис. Я думал, что Грузию вот так не удастся вырвать из лап криминальных группировок, но это было сделано блестяще, и это одна из важнейших реформ, которые нам обязательно нужно будет делать в России. Ну и, конечно, экономика. Давайте вот еще раз взглянем на этот график. Все-таки ситуация такая довольно однозначная в этом плане, что действительно, ну, Грузия была как бы очень бедной страной, когда Саакашвили пришел к власти, но когда он уходил, там был такой совершенно серьезный экономический рывок. Хотя вот здесь, я думаю, что достаточно плюсов на данный момент и перейдем к всяким спорным моментам. Здесь мы в нашей прошлой передаче говорили о том, что да, модернизационный рывок, безусловно, имел место, это не вопрос. Но все-таки говорить о том, что Грузия превратилась в какую-то супер успешную страну, ну, нельзя. То есть вот мы видим, что Грузия все-таки занимает довольно периферийное место на экономической карте, и показатели ее экономического развития не очень высоки. Хотя, еще раз, вот до начала всех этих реформ, они были где-то вообще там под плинтусом. Саакашвили обеспечил, безусловно, очень сильный рывок, но этого недостаточно. Грузия это по-прежнему довольно периферийная, бедная европейская страна. То есть надо двигаться дальше. В этом плане остается пожалеть о вот этих годах застоя под властью Иванишвили и грузинской мечты. Но, как я уже говорил, на мой взгляд, здесь есть в том числе объективная причина, был достигнут определенный предел совершенства за счет внутренних реформ, и нужно было дальше двигаться по дороге уже глубокой евроинтеграции, но на этом фоне ничего не делается. И, кстати, Иванишвили и грузинская мечта за это напрямую ответственны. Ну и в целом, если вот продолжать с дальнейшими минусами, то вообще, конечно, одна из главных моих претензий к Саакашвили, что он пытался полностью приватизировать, персонально приватизировать все эти успехи, несмотря на то, что реальные реформы в Грузии делала довольно большая команда людей. Вот в нашей прошлой передаче, еще раз напомню, мы вам об этом подробнее рассказывали, не стану повторяться, пересмотреть ее. Но вот одна из важных вещей, о которой я говорил, что, на мой взгляд, человека, наблюдавшего за этой ситуацией довольно близко. Кстати, вот я вам говорил про то, что у меня от Саакашвили есть личная благодарность за участие в энергетическом форуме международном в Белисе в 2006 году. Я таки ее нашел. Вот могу вам эту историю показать. Я действительно был там и видел все это вблизи, и мне всегда казалось, например, что вклад, скажем, первого премьер-министра, который был при президенте Саакашвили, это Зураб Жвания, который трагически погиб спустя год с небольшим, как вот пришел к исполнению своих обязанностей. Мне кажется, роль Жвания в реформах во многом была часто даже более сильной. Ну дальше вы все знаете про Каху Бендукидзе, мы об этом тоже рассказывали. То есть это не было вот личным проектом Саакашвили. Эти реформы были результатом действий такой довольно большой коалиции умных и способных людей. И, конечно, то, что Саакашвили в определенном смысле начал эти результаты пытаться себе вот в пиаровском плане приватизировать, но на самом деле это многих раздражало и в самой Грузии. И второй момент очень важный, почему эти реформы, они интересные, они очень полезные с точки зрения опыта для нас, но не стоит их переоценивать. Почему? Вот, друзья мои, еще раз призываю никого не обижаться, но все-таки Грузия это довольно маленькая страна, где нет вот таких крупных индустриальных конгломератов, как, скажем, в России или в Украине, которые порождают вот это самое пресловутое явление олигархии. Даже, как я уже говорил чуть раньше, вот нынешний де-факто лидер страны Бензина Иванишвили, он же не является грузинским олигархом, он российский олигарх. Он фактически в Грузии бизнеса как такового особенного и не ведет. И когда мы обсуждали много лет вот эти грузинские реформы, я всегда говорил, ребят, ну слушайте, вот в такой небольшой стране делать, конечно, такие вещи гораздо проще, потому что у вас нет давления вот этих крупных олигархических групп, которые между собой борются. Кстати говоря, это не обязательно частные олигархические группы. Вот у нас за олигархию ругают приватизацию, но я всегда говорю, что, ребят, поскольку здесь экономика России, например, построена на таких крупных индустриальных финансовых конгломератах, олигархи возникли бы и без приватизации. Вы, кстати, очень хорошо сейчас можете увидеть, как это происходит, потому что Миллер, Сечин, Греф, Костин это все главы госкомпаний. Это не частные активы, которые находятся там в чьей-то собственности. То есть олигархия может существовать и в рамках госкапитализма, это очень важная мысль. Но вот другая важная мысль состоит в том, что в Грузии такого, конечно, экономического масштаба не было. Это маленькая, во многом аграрная страна. На такой ограниченной территории, без вот таких крупных противоборствующих групп интересов, ну гораздо проще, просто намного проще делать реформы. И вы знаете, я много лет вот спорил на эти темы, но тут мне пришла помощь из самой Грузии, и вот я хочу показать вам этот важный видеофрагмент. Человек, который вы сейчас услышите, это грузин, его зовут Паата Шашелидзе, и он президент новой экономической школы в Грузии, один из тех людей, который участвовал в выработке, реализации этих реформ. Он просто сам мне подсказал эту цитату. Мы с ним встретились пару лет назад в Литве на записи эфира одного из ток-шоу Евгения Киселева на телеканале Белсад. И он, собственно, сам сформулировал эту мысль, которая, мне кажется, очень важная. И вот, ребят, это не Мелов там что-то из Москвы вещает, а это вот грузин, непосредственно вовлеченный в экономические реформы, говорит о том, в чем была особенность реформ в Грузии, и вот она была в чем. У нас не было олигархий, такой, как в России или в Украине, которая мешала бы реформы проводить. Вот давайте послушаем этот короткий фрагмент. Один, еще один нюанс, наверное. В Грузии отличается от России, Украины, может, и других стран, потому что у нас нет олигархов, как такового. У нас не было такой системы. Один. Поэтому реформировать нашу страну было легче. Нет, если вы имеете в виду человека, который сейчас называют... Нет, у него в Грузии нет бизнеса в таком масштабе, что он был зависим от этого. Он сделал в другой стране, он сейчас имеет влияние на политику, но он в таком смысле... Он был един в двух лицах, да? В России его все знали как Бориса и Ванишвили, а в Грузии как Бедзину. Бедзина более грузинское имя, поэтому, наверное, Россия предпочитала использовать то, которое для россиянам было близко. Таким образом, в Грузии реформирование было легче. Мы реформировали быстро. У нас не было какого-то плана, ни Машила не было, ни другого плана не было. Это очень важно. Это очень важно. Потому что, когда Саакашвили нам приводят примеры, вот говорят, вот нам бы в России его куда-то назначить, или в Украину его куда-то назначить. Ну, вот его назначили одесским губернатором, и выяснилось, что масштаб задачи совершенно другой. Что уровень сопротивления совершенно другой. Это не какие-то криминальные авторитеты. Я посмотрел интервью Саакашвили украинскому журналисту Гордона, и вот он говорит, надо посадить вот этого, посадить вот того, я посадил этого, посадил того. А с криминалитетом так бороться можно и понятно. Тем более, что там, я извиняюсь за выражение, есть состав. А здесь вот я хочу просто напомнить диалог Жеглова и Шарапова из фильма «Место встречи изменить нельзя». У него же, говорит, в паспорте-то не написано, что он бандит. А наоборот, написано, что он гражданин, прописка имеется, живет по какому-нибудь кривоколенному пять. Так вот, с олигархами и закулисным влиянием, особенно в таких тяжелых переходных странах, когда там нет законов о лоббизме, какого-то регулирования корпоративной коррупции и так далее. Ну, очень сложно бороться и действовать таким наскоком, как Саакашвили пытался в Одессе. Здесь это не получится. У нас, ребят, не тот масштаб. И в этом смысле, конечно же, ну так, если откровенно говорить, реформы в Грузии было делать на несколько порядков проще. То есть, считайте, что вот это вот на уровне губернатора какого-то отдельного региона был масштаб ситуации, да. Поэтому, на мой взгляд, я бы не переоценивал модельность этих реформ. И еще раз в отсутствии вот такого мощного фактора сопротивления, как крупная промышленно-финансовая олигархия, ну, Саакашвили было гораздо легче добиться успеха. И самый главный момент, о котором вот мы говорили тоже в нашей прошлой передаче, это то, что, к сожалению, Саакашвили вот в том числе эти свои успехи и международное признание. Ну, давайте прямо скажем. Саакашвили. Он использовал это для укрепления режима личной власти. И в Грузии начались очень серьезные авторитарные тенденции. Я здесь ничего не придумываю. Мы показывали вам вот эти скриншоты из отчетов Freedom House за 2007-2008 годы, где видно прям очень резкое падение уровня свобод в Грузии и попытку Саакашвили и его правящей партии подавить оппозицию и действовать для удержания власти, в общем-то, такими довольно авторитарными методами. На мой взгляд, здесь ключевую роль сыграли американцы. Они объяснили Саакашвили, что если он проиграет на честных выборах, то ему лучше вот отдать власти уйти и не превращаться в еще одного такого авторитарного князька на постсоветском пространстве, куда в общем-то в конце правления Саакашвили дело и шло. И в целом Михаил Саакашвили разыгрывал такую, как на мой взгляд, сейчас вот многие поймут о чем я, он разыгрывал такую карту Порошенко, который, когда появляется лидер, который вроде прозападный, вроде против Путина, и вот он оседлав этот конек, он говорит, поскольку я прозападный и против Путина, то я буду делать все, что я хочу, а вы меня будете поддерживать, потому что мой уход типа выгоден Путину и так далее. Мы видели, что Петр Порошенко в Украине очень так ярко пытался разыграть эту карту, но украинцев ему в общем обмануть не удалось, примерно похожее произошло в Грузии, да, то есть вот эти авторитарные тенденции, вот этот слишком агрессивный как бы пиар и то, что Саакашвили тянул, одевял реформ на себя, это стало многих очень сильно раздражать. Вот, кстати говоря, вы знаете, я хотел вам показать один из недавних опросов Американского международного республиканского института, они такие постоянные подробные соцопросы по Грузии проводят. И вот это очень интересный скриншот с антирейтингами партии. Показывает, кстати говоря, на самом деле глубину раскола в грузинском обществе и в том числе поляризующее наследие Саакашвили. Это вот ответ на вопрос, а за какую политическую партию вы вообще не проголосуете никогда. И видно, что два лидера, это вот грузинская мечта олигарха Иванишвили и партия Единое национальное движение, которую Саакашвили в свое время возглавлял. Это вот была его партия, которая находилась у власти. То есть, как бы чума на оба ваших дома. Это, в принципе, мнение большинства грузинского общества, что их раздражают обе политические силы и наследие Саакашвили вызывает очень серьезные вопросы. И здесь, на мой взгляд, нельзя ограничиваться только такой податчик. Многие сторонники Саакашвили говорят, ну это вот любители старых порядков, номенклатура, мафия, мы их всех разогнали и поэтому они нас не любят. Вот это очень неправильный взгляд на ситуацию. Я думаю, что очень много обычных честных грузин, ну реально были раздражены. Кстати говоря, против Саакашвили в конце его правления как раз голосовали города, а он поддерживал свою популярность именно в такой более сельской местности. в принципе, просвещенная часть грузинского общества, но ей не нравились эти авторитарные тенденции. Это вот приватизация такого прозападного антипутинского дискурса, да. Поэтому, к сожалению, вот при всем том, что Саакашвили дал Грузии какой-то рывок, но это было сопряжено с абсолютно излишним, избыточным самопиаром, с авторитарными тенденциями, и он, в общем, является фигурой, которая скорее раскалывает сегодня грузинское общество. Поэтому вот я бы не спешил признавать итоги правления Саакашвили вот такими однозначно позитивными, на которые надо ориентироваться, как на какую-то модель. Ну, наверное, честным здесь будет, конечно, сказать ибо еще одном факторе, может быть, главном, который выполняет роль такого традиционного слона в комнате. То есть мы говорили о каких-то внутренних вещах, о дефиците движения вперед по пути евроинтеграции. Ну, конечно же, и у Саакашвили, и у Грузии как нации есть мощнейший фактор, сдерживающий ее развитие. Это присутствие вот этого агрессивного северного соседа, который, в общем, заинтересован мешать Грузии жить. Это, конечно, путинская Россия, и об этом нам надо подробно поговорить. Вообще, вы знаете, я, откровенно говоря, вот с болью в сердце, когда бывал в Грузии, выслушивал все эти разговоры. Ну, поскольку я политик, экономист, естественно, со мной, прежде всего, разговаривают вот на эти темы. Понимаете, что произошло вот с момента распада Советского Союза? Дело в том, что в СССР Россия и Грузия были очень глубоко интегрированы. Русские постоянно в Грузию ездили. То есть, были очень широкие там социальные, экономические, общественные связи. В 91-м году, когда Союз распался, и когда вот в Грузии были вот эти войны с сепаратистами, это все прекратилось. То есть, сейчас уровень гравитации и соприкосновения наших обществ, он находится на абсолютных исторических минимумах уже много лет. Грузины, кстати говоря, очень об этом жалеют. Они хотели бы вернуть нормальные, полноценные отношения с русским народом. Ну и вообще, вот такая трагическая фраза, которая описывает ситуацию, на мой взгляд, лучше всего. До какой низкой точки абсолютного нуля дошли наши отношения благодаря Владимиру Путину, наверное, лучше всего описал Каха Бендукидзе. В один момент, когда Россия в середине нулевых годов объявила Грузии продуктовые винные эмбарго, и Грузии нужно было выходить на какие-то новые рынки, а она очень зависела от экономических отношений с Россией. И вот, собственно, тогда Каху Бендукидзе, который работал тогда в грузинском правительстве, его вот спросили, типа, ну а что вы будете делать, когда вы так зависите от России, а она вам все заблокировала? Он говорит, ну он имел в виду, что нам нужно искать какую-то новую экономическую парадигму, нужно выходить на новые рынки, но он такую использовал метафору, говорит, давайте представим, что там море, что там ничего нет, просто к северу от границы Грузии там просто океан. Вот это очень, понимаете, вроде метафора и метафора, но это так, конечно, тяжело слушать, вот во что превратились наши отношения с Грузией, что грузины считают для себя хорошим выходом для движения вперед представить, что нас вообще нет, и там море, и волны плещутся. Это, конечно, для меня это ужасно тяжело, потому что, ну, безусловно, я считаю, что будущее наших стран, конечно, в полноценной дружбе, в очень тесной интеграции и совместном движении вперед по пути прогресса, но вот последние 30 лет это, к сожалению, не было так, и на самом деле еще до Путина. Вот давайте немножко поговорим о том, почему. И здесь мы возвращаемся к вот этим событиям 30-летней давности, связанным с распадом Советского Союза. Кстати, я хочу вот вам анонсировать, что мы скоро запустим новый цикл передач. Мы подходим к 30-летию распада СССР, мы запустим на моем канале новый цикл передач о том, как развалился Советский Союз. Я был свидетелем этого процесса, я уже был такой достаточно взрослый, у меня была трудовая книжка, на выборы в СССР ходил голосовать, активно участвовал в политической жизни. Я все это видел своими глазами и просто хотел поделиться с вами вот некоторыми мыслями на этот счет, потому что ну уж больно много всяких мифов и чуши про Советский Союз сейчас можно везде услышать и прочитать. Так вот, Грузия. Грузия в этом процессе играла совершенно особую роль, потому что она была в авангарде движения национальных республик за отделение от Советского Союза. И, конечно же, наша номенклатурная российская элита на это дело, как говорят, киса ужасно обиделась. То есть, все-таки в российской элите очень сильно распространены вот эти имперские настроения. Мы должны все время кого-то под себя подминать. Это, кстати, далеко не только вот такие хардкоровые ультраконсерваторы. Ну вот, например, Чубайс в 2003 году написал вот эту свою статью «Либеральная империя», где он говорит, что нам там надо через экономическое влияние устанавливать контроль над соседними странами. Конечно же, нормальные люди в России, вот дорогие грузины, вы должны это всегда помнить, да. Нормальные люди в России выступают за абсолютно равноправные добрососедские отношения со всеми нашими ближними государствами, да. То есть, мы не должны смотреть на каких-то меньших братьев. Мы должны быть равными партнерами, уважать права и суверенитет и интересы друг к другу. Поэтому не слушайте ни Путина, ни Чубайса, но, к сожалению, вот правда стоит в том, что в нашей постимперской так называемой элите все эти настроения очень сильны. И, конечно же, наша элита жутко обиделась на Грузию за то, что Грузия была на передовой требовании о том, чтобы выйти из состава СССР и даже не пыталась как бы у Москвы вообще спросить никакого разрешения. Здесь у всех этих наших напыщенных индюков, которые, к сожалению, много лет руководят Россией, это вызывало все просто дикое раздражение. Грузия была второй республикой Советского Союза после Литвы, которая формально объявила о независимости от СССР. Она не участвовала и саботировала тот самый пресловутый референдум о Советском Союзе, который прошел 17 марта 1991 года. И она показывала всем, вообще всей мощью своего общества, что она не хочет в этом коммунистическом колхозе оставаться. Там это все доходило до абсолютно трагических событий. То есть, далеко не везде в СССР борьба за перемены и за свободу тоталитарного коммунистического режима была мирной. Например, в Грузии, к сожалению, все дошло до очень трагических событий. Такой мини-тяньань-мэнь советский. Это 9 апреля 1989 года и ночь саперных лопаток в Тбилиси, когда митинг протеста за свободу против коммунистической диктатуры был жестоко разогнан армией, в том числе с применением тех самых саперных лопаток. Были погибшие, было очень много раненых. И я, кстати, в этой ситуации хочу сказать, что мы вернемся еще к теме СССР, но обратите внимание здесь, насколько по-другому выглядит в этой ситуации имидж Горбачева, которую многие сейчас у нас любят рисовать таким отцом русской демократии, добрым дядюшкам, который дал нас свободу. Горбачев был лично ответственен за события в Тбилиси. И хотя документов он постарался не оставить, но не вызывает никаких сомнений, что он лично отдал приказ жестоко разогнать эту демонстрацию, где в итоге были погибшие. Это осталось тяжелой травмой, на самом деле, на исторической памяти грузинского народа. Но это был один из эпизодов, который показывал, насколько Москву раздражает стремление грузин к свободе. И, конечно, вторая история, даже более важная здесь, это то, что Москва начала мстить, и Москва устроила Грузии вот эту самую такую кровоточащую, наверное, рану в ее истории. Это сепаратистские войны с автономными республиками, которые в составе Грузии находились с Абхазией и Южной Осетии. Конечно же, мы не можем просто обойти тему Абхазии и Южной Осетии. Вы знаете, вообще я хотел сказать вот такую вещь. Я являюсь принципиальным противником независимости Абхазии и Южной Осетии. Я считаю, что они должны так или иначе реинтегрироваться в состав Единой Грузии. Но вот когда я это говорю в каком-то интервью, здесь очень прикольная ситуация. У меня возникает в личке нашествия жителей Грузии, грузин, которые меня очень за это благодарят. Что, типа, вот настоящий мужик поддерживает Грузию и так далее. Друзья, вот я хочу сразу сказать и сделать такой reservation, что здесь не все так просто, потому что я противник независимости Абхазии и Южной Осетии по одной простой причине. Это следует из моего базового принципа. Я принципиальный сторонник нерушимости постсоветских границ. Я считаю, что любой пересмотр границ на постсоветском пространстве – это войны, кровь, конфликты на десятилетии и куча проблем для всех. Поэтому я считаю, что национальные стремления к самоопределению должны уважаться. Но главное – это нерушимость границ. И все должны понимать, что вот в рамках тех границ, о которых мы договорились, надо действовать. Мы можем вспомнить югославские войны. Посмотрите, мы делали об этом отдельную передачу, когда все пытаются вот эти вот плохо нарисованные коммунистами границы переделить. Нет вопроса, что большевики плохо эти границы нарисовали. Нет никаких возражений. Но пытаться их перекраивать силой – это плохой путь. Это никогда ничем хорошим не кончится. Надо решать это так, как сейчас после, к сожалению, очень кровавых драматических конфликтов делают балканские страны. То есть, они вместе двигаются дорогой евроинтеграции, чтобы остроту вот этой проблемы, где чья территория, просто снять, потому что там это будет вся общая территория единой Европы. На мой взгляд, решение лежит вот в этом, а не в том, чтобы всем бороться за то, чтобы каждый клочок земли был их. И здесь я хочу сказать, что я далеко не считаю, что ответственность за вот этот сепаратизм и войны на территории Грузии лежит только на России. Вовсе нет. Нам еще тогда, в конце 80-х, было очень тяжело и больно смотреть, как вот грузинские националисты во главе с первым президентом этой страны, который, собственно, объявил о независимости завиадом Гомсахурдии, как они устраивали всякие там националистические марши на Южную Осетию. В том числе, ну, давайте будем откровенными. Прямо с обещаниями геноцида и этнических чисток. Это называлось в открытую. В этом смысле вот, если возвращаться к Гомсахурдии, еще ни разу его не упомянули в этой передаче. Это вот первый лидер Грузии после объявления о независимости, но продержался он недолго, потому что он был не очень эффективным управленцем и, кстати, очень странную позицию занял в отношении августовского путча 91-го года в Москве. Делал какие-то пассы в том, чтобы с ними как-то работать. После этого он очень быстро слетел и к власти пришел Шеварднадзе. Но вот здесь о роли личности в истории. Мое отношение к Гомсахурдии, конечно, исключительно негативное. То есть, на месте, где нужен был современный, здравый, рациональный лидер, который ввел бы Грузию по пути разумных преобразований, оказался абсолютно неспособный истерик, который в том числе имел вот эту очень серьезную тройболистскую составляющую. То есть, наше племя Туци хорошее, а ваше племя Хуту плохое. Если вспоминать про геноцид в Руанде, вот можно посмотреть, чем вообще такие вещи заканчиваются, да. Поэтому, знаете, вот я хочу сказать, что я поддерживаю территориальную целостность Грузии, но то, что я совершенно не поддерживаю, это вот этот истерический тройболистский визг о том, что вот наш этнос хороший, а ваш этнос плохой. Тем более, что вот для человека незнакомого с ситуацией, он как бы не всегда внешне отличит, где какой, да. Это же относится ко многим другим конфликтам, в том числе на постсоветском пространстве. Здесь вот, понимаете, каждый участник этих конфликтов, он часто думает, что этот конфликт уникальный. Что вот мы такие армяне классные, а вот азербайджанцы такие плохие или наоборот. Ребят, ничего уникального в этих тройболистских противоречиях нет. Чтобы посмотреть вот как бы в зеркало, да, просто посмотрите на Африку, где через каждые пять километров новое племя, которое ненавидит вот другое соседнее племя, да. Это совершенно не то, что нужно копировать. Это очень плохо заканчивается. Посмотрите на Югославию, да. Поэтому, на мой взгляд, здесь опять же не только к грузинам здесь есть этот вопрос, и к абхазам, и к южным осетинам. Все они, вот эта вот доведенная до предела шовинистическая тройболистская риторика, она была как бы со всех сторон. И да, абхазы выгоняли грузин из своей территории, и там сотни тысяч беженцев. Это как бы все правда, да. Но мой взгляд на ситуацию, вот как там представителя крупнейшей страны на постсоветском пространстве. Я здесь много раз это говорил, про разные конфликты там, про конфликт между израильтянами и арабами, и не только, да. Понимаете, в каждой ситуации есть вот такой большой брат в хорошем смысле слова. Вот крупнейший игрок, который должен понимать свою ответственность. Крупнейший игрок должен стать лидером, чтобы предложить всем движение в каком-то мирном направлении. И в этом плане Грузия, она гораздо крупнее и Абхазии, и Южной Осетии. И, конечно, на нее исторически всегда ложилась особая ответственность за то, чтобы стать лидером процесса мира, нормальной какой-то человеческой либо интеграции, либо развода, без вот этой адской шовинистической и националистической риторики, которую, например, с самого начала педалировал первый лидер независимой Грузии Гомсахорде. И, кстати говоря, в истории Грузии, в том числе и последних двадцати лет, есть примеры, когда ситуация была решена без вот такого адского нагона межэтнических противоречий, без войн и без всего такого прочего. Кстати говоря, интересно, это было сделано в том числе с помощью Путина. Дело в том, что у Путина в первый год или около того с Саакашвили, в принципе, были достаточно нормальные отношения. Ну, я это знал, я помню еще, я еще, собственно говоря, я в правительстве работал, когда в Грузии был еще Шеварднадзе, но Саакашвили у него тогда был министр юстиции, да. И на первый взгляд вот Путин пытался с Саакашвили как-то, как сейчас Михаил говорит, завербовать его, да. Вот посмотрите тоже интервью Саакашвили Горданова. Но вот там был очень важный момент. Дело в том, что Абхазия и Южная Осетия это была не единственная автономия по факту отколовшаяся от Грузии, а там была еще Аджария. И в Аджарии был такой тоже местный авторитарный князек Аслана Башидзе, который все приватизировал, там перекрывали набережную в Батуми, чтобы мог на своем ламборгини гонять его сынок в одиночестве, да. Ну, такой абсолютный вот кавказский диктаторский султанат, да. И вот тогда Москва, ну тогда еще был первый срок Путина, и Россия все-таки была такой достаточно относительно свободной страной, да. Так вот Путин помог вывез этого Абхазидзе в Москву, и помог Грузии, помог Саакашвили восстановить контроль над Аджарией, и Аджария реинтегрировалась в Грузию. И для всех, в общем, в итоге это получилось очень здорово. И посредничество России, которое в этом случае играло позитивную роль, да, Россия может так себя вести, и я уверен, в будущем будет так себя вести, да. Помогать решать вот эти территориальные конфликты вместо того, чтобы их всячески нагнетать и усиливать. Ну и, собственно говоря, здесь вот сложилась ситуация, когда, в общем, вместо вот тех кровавых межэтнических противоречий, как мы видели в Абхазии и в Осетии, с Аджарией и Грузией удалось абсолютно мирно, без выстрелов и войн решить вопрос. То есть такая модель, в принципе, есть. И надо все-таки в будущем, наверное, ориентироваться на нее. Но, конечно, очень трудно отрицать агрессивную роль Москвы в педалировании вот этих внутренних этнических противоречий в Грузии. Конечно же, за конфликтами в Абхазии и Осетии в конце 80-х, в начале 90-х 100% стояла российская элита, российские силовые структуры и спецслужбы, которые обиделись на Грузию за то, что Грузия выступила вот таким пионером движения по выходу национальных республик из СССР. И свою обиду материализовали в том, что, а, вы, значит, отделиться хотите? Ну, мы вам сейчас тут проблемы создадим и поддержим сепаратистов. Это классика, разделяя властвы. Это, в принципе, классика любых колонизаторских режимов. И здесь, конечно, в этом плане России принадлежит исключительно негативная роль. То есть, фактически можно сказать, что если бы не поддержка со стороны России, то, возможно, вот такого территориального раскола, когда Грузия в итоге потеряла 40% территории в своих границах и фактически не контролирует ее, такого раскола бы без руки Москвы, скорее всего, не было. Ну, а что касается Абхазии и Южной Осетии, то я думаю, что за минувшее десятилетие это все стало довольно очевидным. Эти территории не состоялись как самостоятельное государственное образование. То есть, они существуют как де-факто независимые от Грузии по сути уже около 30 лет и 12 лет. Вот сейчас в начале августа исполняется ровно 12 лет с тех пор, как Москва официально признала их независимыми государствами. Единственное, больше никто не признал. Но можно очень четко утверждать, что Абхазия и Южная Осетия как независимые государства не состоялись. Это полностью такие марионетки на содержание России. Вот вы можете увидеть цифры, например, что официальные утвержденные дотации в федеральном бюджете России на этот 2020 год это 15% ВВП Абхазии и больше 100% ВВП Южной Осетии. Констатация убийственная, что в Южной Осетии фактически экономики нет. Экономика Южной Осетии существует просто полностью на российском пейроле. И никакого международного признания они не получили. Что-то там пытался сделать Наурен, но это слишком далеко. Это все-таки проще, мне кажется, по современным технологиям уже на Луну слетать. Но вот для России здесь очень важно об этом задуматься, потому что, ребят, мы тратим только официально из бюджета, это не считая всяких непрямых дотаций. Мы с вами тратим на Абхазию и Южную Осетию более 10 миллиардов рублей в год. Нам что, не нужны эти деньги здесь? Вот вы мне шлете видео с раздолбанными больницами, раздолбанными дорогами, говорим про нищие зарплаты. При этом мы вбухиваем вот эти деньги в территории, которые, в принципе, по всем международным правилам должны бы реинтегрироваться в Грузию. И это не должна быть наша головная боль. Вбухиваем? Зачем? Что, там происходит какой-то прогресс? Абхазия и Южная Осетия построили успешную экономику? Да нет там ни черта, да? И международного признания у них никакого нет, и будущего у них никакого нет, кроме как висеть у нас вот здесь такими красивыми бусами, которые, между прочим, довольно тяжелые. Надо это нам с вами? Я думаю, что нет. Это вот такая очевидная прагматичная причина, которая не позволяет говорить о том, что Абхазия и Южная Осетия как независимое государство для нас несет какой-то позитив. Но здесь, правда, я хочу сказать и другую вещь, что, конечно же, мне не нравятся вот эти разговоры, которые я слышу в Грузии. Когда я бываю в Грузии, я грузинам всегда об этом открыто говорю. Ребят, когда вы разговариваете об Абхазах или о Юго-Осетинах, и, в общем так, ну, из этих слов часто следует, что вы их видите какими-то недочеловеками, да? Вам нужна просто территория, а эти вот там убрать их откуда-то туда. Вот это мне категорически не нравится. Это самостоятельные народы, их права должны, конечно же, уважаться. Да, территориальная целостность и единство границ – это все сто процентов. Но вот эту вот тройболистскую риторику, как я уже говорил, надо сбивать. И, конечно, мы не можем не сказать о войне, которая произошла между Россией и Грузией в 2008 году, и о российской агрессии, которая, в принципе, напрямую была связана с борьбой за контроль над вот этими отколовшимися территориями. Ну, на самом деле, опять, здесь есть некоторые нюансы. То есть, у нас много среди сторонников оппозиции людей, которые просто однозначно считают эту ситуацию российской агрессией. На самом деле, она опять чуть сложнее, да? И в этом смысле вот наши такие радикальные, хардкоровые сторонники Грузии и Саакашвили критиковали европейский доклад об этих событиях, доклад комиссии Тальявини, которая внимательно исследовала то, что произошло. А я как раз считаю, что доклад довольно объективный, и он, в принципе, рассказывал вот о событиях, как они имели место. Дело в том, что я как раз, я бывал в Грузии до войны. И хочу вам сказать, что пока вот эта вся российская агрессия не случилась, пока не прилетели российские самолеты и начали бомбить, пока не вошли российские танки, до этого момента в Грузии были очень популярны такие шапкозакидательские настроения. А, сейчас мы решим проблему отколовшихся территорий силой и будем встречать Новый год в Сухуми или в Цхинвале, да? Это было абсолютно официальной риторикой. Вот был такой министр обороны Иракли Акруашвили, который был, в общем, архитектор идеи силового захвата этих непризнанных территорий. Ну, он прям, он все время так и говорил, что сейчас, сейчас там наши десантники решат вопрос, да? И, кстати, когда он потом с Саакашвили поссорился, он там отсидел, вышел, давал интервью рейтерсу, и он прямо сказал, да, это была военная операция, которая послужила поводом для начала российской агрессии, да, Грузия собиралась захватить Южную Осетию силой. Вот об этом Акруашвили открыто говорил, да? Поэтому, смотрите, здесь я внимательно следил за этой ситуацией и немного писал об этом, я уже в соцсети тогда завел, я писал, что что-то там нагнетается, Потому что вот было таких два бычка с довольно авторитарными замашками, да, один в Москве, другой в Тбилиси, которые у меня было полное ощущение, что они хотели повоевать, они хотели повоевать. Вот бывший министр обороны Акруашвили, он так и сказал, что Михаил Саакашвили просто рассчитывал, что будет быстрая западная помощь, а западная помощь не пришла. И вот, собственно говоря, мы получили то, что получили, фактически Грузия оказалась перед угрозой полной потери суверенитета и оккупации со стороны в Москве. Вот здесь очень важно вспомнить эти события и понять, почему все-таки так не случилось и независимость Грузии удалось отстоять. Ну, во-первых, была очень серьезная международная поддержка вплоть до приезда международных лидеров в Тбилиси, которые, в общем, ну как живым щитом все это дело прикрывали и, по сути дела, не дали войти российским войскам. Вот там был такой известнейший митинг, куда приехали пять президентов соседних стран. Украина, Ющенко, Лех Качинский из Польши. Вот там видите фрагменты его эмоционального выступления. И три президента стран Балтии. Огромный митинг в Тбилиси. Это все прямо во время войны шло, да. Но вот у нас принято считать, то есть вот как время проходит, появляется какая-то мифология, да. У нас принято считать, что якобы на самом деле остановил российскую агрессию президент США Джордж Буш, который чем-то там напугал Путина. И Путин очень испугался. И все это дело завершил, да. На самом деле, я считаю, что эта версия не выдерживает никакой критики. И Буш как раз здесь ни при чем. Кстати, Саакашвили тоже сейчас объясняет, что это якобы из-за Буша. Ну, ребят, вот серьезно, что ли? Буш ввел какой-то эсминец в Черное море. И Путин страшно испугался этого эсминца. Ну, посмотрите, что сейчас происходит. Они постоянно там заходят, эти корабли. А над ними летают агрессивно наши российские самолеты. И не то, что их не боятся, да. Ну, вообще, то есть, не очень серьезно об этом говорить. Какой-то прямой военной помощи в момент непосредственного конфликта Буш, конечно же, Грузии не оказывал. Этим, кстати, политика США очень сильно отличалась, например, от Барака Обамы, который не поставлял летальное оружие Украине, но оказывал Украине очень серьезную помощь, когда Украина подверглась нападениям. Да и вот, на мой взгляд, есть два других лидера, которые решили эту проблему и которые, по сути дела, завершили войну. Это президент Франции Николя Саркази и его глава Министерства иностранных дел Бернард Кушнер. Дело в том, что Бернард Кушнер лично приехал в Грузию и прям поехал на линию фронта, глава МИДа крупнейшей страны, страны Большой Семерки. Ну, конечно же, невозможно было продолжать наступление, пока Кушнер там находился. Собственно, вот план мирного урегулирования и приостановки конфликта был во многом предложен именно Кушнером. Саркази приехал в Москву и встречался с тогдашним, как у нас считалось, президентом Медведевым. Но на самом деле Саркази, конечно, исключительно влиятельный политик. Был на тот момент такая крупномасштабная политическая звезда на европейском континенте. Франция, давайте отдадим ей должное, она очень серьезно вмешалась в этот конфликт. Присутствие Кушнера в Тбилиси и в Грузии на земле, приезд Саркази в Москву остановил конфликт вот именно вот этот французский фактор, а вовсе не какой-то там американский авианосец. Американских этих авианосцев огромное количество и они никогда ни на что не влияют. Ну, серьезно, никто, никто реально реалистично не думал, что США могут пойти из-за Грузии на какой-то военное противостояние с Путиным и этого бы не было. Поэтому конфликт это был решен дипломатическими методами. Вот, котятушки мои, пожалуйста, никогда не переоценивайте военные методы решения проблем. Реально все конфликты последних десятилетий, которые мы знаем, они успешно решаются только дипломатическим путем. И эта история была не исключением и, конечно же, еще раз огромный кредит и респект Николя Саркази и Бернара Кушнера за то, что, на мой взгляд, именно они были теми людьми, которые остановили эту бойню и помогли отстоять суверенитет Грузии перед лицом вот этой агрессии. Ну, и завершая о российском факторе, здесь, во-первых, надо сказать, что Грузия, это все дело пошло в каком-то смысле ей на пользу. Она очень сильно перестроила свою экономику на другие рельсы. Вот как мы здесь, например, обсуждали Армению в одной из наших предыдущих передач. И как раз я говорил о том, что проблема Армении в такой чрезмерной экономической зависимости от России, то есть она фактически не имеет выхода на другие рынки, вот кроме России. Основной экспорт идет в Россию, инвестиции из России. Грузии удалось здесь совершить определенное чудо. Грузия диверсифицировалась и вышла на другие рынки, привлекла других инвесторов. То есть сейчас вот эта экономическая зависимость от Путина, она не существует. Вторая история. И вот здесь еще в чем нужно, конечно, отдать должное Михаилу Саакашвили. С первого дня, как он пришел к власти, он последовательно добивался вывода российских военных баз с грузинской территории. И вот как мы знаем по примеру ряда других соседних стран, когда там на их территории находятся российские военные базы, то в один день вы можете проснуться и понять, что это уже не ваша территория. Мы знаем, где это, собственно, происходило. И Саакашвили, ну, видимо, сразу это понял. Вот это, конечно, то, что дико раздражало Путина. То есть Грузия по многим факторам страшно раздражала вот эту постимперскую российскую элиту. Тем, что была в авангарде борьбы с коммунистическим советским колхозом. Тем, что была одним из лидеров движения за европейскую интеграцию. Ну, и в том числе одним из элементов этого была вот борьба за вывод военных баз. Они в 2007-м были выведены. Саакашвили добился успеха. Ну, в 2008-м Путин попытался взять реванш через вот эту агрессию, воспользовавшись таким давно готовящимся поводом. Ну, вот у него не получилось. Это еще раз подчеркивает очень важный момент. Вот все бывшие советские страны, на территории которых есть путинские военные базы, вот отдавайте себе отчет в том, насколько это важный краеугольный момент для вашего суверенитета и безопасности. И еще, что касается России. Вот Россия, она такой, как сегодня, будет не всегда. Я думаю, вы слышите вот эти все новости о падающих рейтингах Путина и об огромных трудностях с этим голосованием по поправкам в Конституцию, где ему просто пришлось все рисовать и прятать главную поправку об обнуление своих сроков, потому что за нее бы никто не проголосовал. Вы видите, что у Путина уже сломалась ситуация с любовью и поддержкой российского народа. Его здесь больше не любят, больше не поддерживают. Это обязательно приведет к политическим изменениям, хорошим и позитивным политическим изменениям в России и в будущем. Вот в этот момент, понимаете, у нас тоже здесь все время борьба двух лагерей. У нас есть большая часть имперцев, которые хотят влиять эксклюзивно на бывшие советские республики. А есть такие люди, как я и мои коллеги, которые говорят, что нам надо на близлежащие страны смотреть как на равноправных соседей. Я уверен, что вторая точка зрения победит. И вот когда это произойдет, тогда будет гораздо легче говорить о решении вот этого территориального вопроса и непризнанных территорий Абхазии и Южной Осетии, потому что сейчас, имея вот эту постоянную подпитку и поддержку от Кремля, они чувствуют свою силу в отношениях с Грузией и на каких-то даже возможных переговорах. Если Россия скажет им, ребят, у нас нет причин вас кормить, если вы хотите построить успешную страну и успешную экономику, вам надо реинтегрироваться в соответствии с международными признанными границами Грузии, тогда этот процесс пойдет гораздо легче. Хотя, конечно, реалистично говорить, там исторические раны очень тяжелые, легким он не будет, но представьте себе, вот исчезла эта массированная помощь из Москвы, деньги российского бюджета все-таки начали тратиться на россиян, они на непонятно что, я сразу извиняюсь, да, но тем не менее нам очень много не хватает наших собственных денег, денег налогоплательщиков на важные вещи в России. Я категорически против того, чтобы выбрасывать их на вот эти территории, которые нам не принадлежат. Да и вот, если Россия займет, а она обязательно в будущем займет здесь трезвую позицию, то все можно будет нормально юридически оформить, и чтобы у Абхазии и Южной Осетии была достаточно широкая автономия, и Грузия установила свою территориальную целостность, это все будет абсолютно возможно. Но, дорогие мои, уважаемые, очень любимые грузины, пожалуйста, пригасите свою тройболийскую риторику. Давайте обойдемся без вот этой агрессии в отношении, понятно, что было много всего, крови, зла и так далее. Давайте снимем эту агрессию в отношении соседних с вами этносов. Без этого никто никогда никакую реинтеграцию вам не обеспечит. Никто, поверьте, вот такую идею как бы силового захвата территорий, где там живут какие-то плохие непонятные народы, от которых лучше избавиться, никто никогда не поддержит. Ни в Европе, ни в Америке. И я думаю, что за все эти годы можно было бы уже понять, что вот этот агрессивный тройболизм и шовинизм – это одна из вещей, которая препятствует реинтеграцию утраченных территорий в состав Грузии. Ну и вот в завершение несколько слов о том, что будет с Грузией в ближайшее время, про вот эти предстоящие выборы. Может ли правящая партия «Грузинская мечта» потерять власть? Есть ли там рука Кремля? Ну, во-первых, знаете, вот главная проблема, на мой взгляд, сейчас для перспектив смены власти в Грузии, уже очевидно, что смена, она как бы была бы нужна. Потому что Иванишвили и грузинская мечта, ну, не привели страну никуда. Это реальный застой по всем параметрам, причем и с негативными тенденциями, нужно какое-то движение вперед. Но здесь вот мы возвращаемся к очень простой теме, что, к сожалению, противоречивое наследие Михаила Саакашвили, оно создает очень серьезный раскол не только в грузинском обществе в целом, но и среди его сторонников. Например, вот его бывшая партия «Единое национальное движение», она фактически раскололась на две, как таковая партия с таким названием остается и продолжает сохранять там вторую позицию в рейтингах после грузинской мечты. Но часть из политиков из этой партии ушли и основали свою новую партию, которая называется European Georgia Европейская Грузия, в том числе такие популярные, как Давид Бакрадзе или, например, бывший мэр Тбилиси Георгий Угулава. И мне, откровенно говоря, более симпатична именно вот эта структура, которая от старой такой номенклатурной авторитарного дрейфа партии Саакашвили избавилась, но она, с одной стороны, на третьих позициях в рейтингах партии и у них с единым национальным движением большой раскол. То есть, если бы это был единый блок, то, возможно, он с грузинской мечтой мог бы как-то на равных соревноваться, но, с другой стороны, вот у них там плохая кровь и сложные отношения между собой, там одна откололась со скандалом от другой, да. Вот, поэтому здесь это все на электоральный перформанс довольно негативно влияет. С другой стороны, вот то, что оппозиция в Грузии сейчас может помочь, я не скрываю, я хотел бы, чтобы там все-таки были перемены, потому что власть партии Иванишвили это, в общем, не то, чего можно желать дружественной близкой стране, да. Но вот одна из позитивных вещей, это то, что все-таки под давлением оппозиции и больших протестов, которые в Грузии были последние годы, они требовали возвращения к полностью пропорциональной системе выборов, то есть, когда просто по партспискам вы голосуете, потому что у них была высокая доля мажоритарных округов, где было проще манипулировать. Я думаю, кто в России в выборах участвует, понимает, насколько выбор в мажоритарных округах это, в общем-то, соревнование денежных мешков. И вот сейчас под давлением партии Иванишвили уступило, и они ввели систему выборов, где 120 мандатов будет избираться пропорционально, и только 30 по мажоритарке. Это оппозиции выгодно. Таким образом, по крайней мере, по итогам октябрьских выборов мы можем получить парламент, где оппозиция будет играть гораздо больший вес, а грузинская мечта о своей позиции потеряет. Но в целом вот видно, что несмотря на падающую поддержку грузинской мечты, она остается вот доминирующей в Грузии партией, и происходит это во многом из-за противоречивого наследия Саакашвили, из-за расколов среди его сторонников, и вот эта проблема, к сожалению, скорее всего, быстро не уйдет. Но в целом, надо сказать, что еще раз обратите внимание на вот эту новую партию Европейской Грузии, она хоть идет пока третья в рейтинге, но, например, вот ее представитель Давид Бакрадзе, такой очевидный лидер по электоральным симпатиям среди грузин, он уверенно больше половины его позитивно оценивает. Кстати, сам его Нишвили сильно отстает. На втором, кстати, месте в этом рейтинге это политик из грузинской мечты мэр Тбилисии и бывший футболист, один из известнейших грузинских футболистов Каха Каладзе. Кстати говоря, чтобы вы понимали еще раз, что такое партия грузинская мечта. Бизнес-партнеры, например, Кахи Каладзе. У Кахи Каладзе мэр Тбилисии есть свой бизнес, и его ключевым бизнес-партнером является Зураб Нагаидели. Мы здесь о нем говорили, и вот это как раз один из моментов, за которые я Саакашвили критиковал, потому что когда трагически погиб вот реальный популярный премьер-реформатор Зураб Жвания, то Саакашвили назначил вместо него премьер-министром бывшего главы Минфина при Шварднадзе Зураба Нагаидели, который я тоже видел в Билисии, абсолютно мутный номенклатурный чувачок, который в итоге начал ездить на поклон к Путину и полностью ему продался. Нагаидели встречался в Москве с Путиным, Путин там всячески демонстрировал с ним обнимашки, а Нагаидели под камерой говорил, что зря мы поссорились с Путиным, надо с Путиным дружить. Это бизнес-партнер футболиста и мэр от Билиси Кахи Каладзе, который представляет партию «Грузинская мечта». Вот еще раз из табакерки, как и Ванишвили из банка «Российский кредит», вот за мэром Билиси тоже стоят определенные связи с людьми, которые прямо вот контактируют и завязаны на Путина. Так что вот с «Грузинской мечтой», я думаю, вы уже мое отношение поняли, но мой прогноз, что все-таки оппозиции однозначно выиграть вот эти вот октябрьские выборы не удастся, хотя скорее всего надо рассчитывать просто на то, чтобы она серьезно увеличила свое представительство и это даст возможно шанс на реанимацию реформ и какое-то серьезное движение вперед. Кстати говоря, я вот очень много участвую в разных мероприятиях Европейской народной партии в Европе и Единое национальное движение Саакашвили и вот эта новая партия Европейской Грузии, они являются ассоциированными членами Европейской народной партии, их любят и уважают в Европе. В Европе хотят, чтобы Грузия вернулась на путь реформ и более решительного движения по пути евроинтеграции, но вот будем надеяться. Вот еще раз обратите внимание на вот этого политика по имени Давид Бакрадзе. Это реально, как мы показывали, он, возможно, самый рейтинговый в Грузии политик. И, кстати, вот еще один важный опрос. Европейская Грузия, в принципе, по сумме электоральных симпатий, она вызывает наименьшее раздражение. На фоне вот тех двух крупнейших старых партий, у которых большие антирейтинги, это вот такая партия хорошего выбора и люди говорят о том, что было бы неплохо, если бы эта партия была во власти. Так что, в принципе, мы будем следить за этими грузинскими выборами. Там, я думаю, будет интересно и у Грузии есть шанс вернуться на путь реформ. Обнимашки с диктаторами. Ну, а вообще, в заключении, я, конечно, хотел сказать одну очень простую вещь. Вот Грузия, это такой классический пример бывшей советской страны, которая могла бы жить сильно лучше, но мы с вами, дорогие друзья, очень сильно этому мешаем. Россия за прошедшие три с лишним десятилетия создала для Грузии много ненужных проблем и действительно мешает движению Грузии по пути в Европу и превращению ее в более благополучную и безопасную страну. Здесь есть огромная составляющая вины вот этих всех имперцев из России. И здесь надо понимать, что, вот смотрите, эти имперские мысли и действия, они влекут за собой очень конкретные последствия и несчастья на территории наших стран соседей. Поэтому нам с этим империализмом надо решительно завязывать. Нам нужна здоровая, свободная, богатая, процветающая Грузия, с которой у нас будут, я надеюсь и верю, гораздо более тесные отношения и близкие отношения, чем было в прошедшие 30 лет. Очень яркая, интересная и близкая нам страна с яркой интересной историей и жизнью. Я желаю Грузии скорее преодолеть застой, вернуться на путь позитивных реформ и европейской интеграции. Поверьте, дорогие грузины, это сильно поможет и нам здесь. Когда у вас в странах наших соседей что-то хорошее происходит, эти волны обязательно доходят и до нас. Так что это такая дорога за двухсторонним движением. При всех сложностях, при всех неоднозначностях я, конечно же, желаю грузинам успеха и возврата на путь реформы позитивных преобразований. Это была программа «Обнимашки с диктаторами» на канале Владимира Милова. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Я думаю, что вы уже поняли, что здесь будет интересно. И огромное спасибо всем, кто донатит нам на продакшн. У нас уже появилась спонсорская кнопка. Вот все, кто долго нас об этом спрашивал, смогут нас наконец спонсировать. И мы встретимся с вами через несколько дней. Продолжим разговор о важнейших сюжетах, которые происходят в мире и в России. Увидимся. 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 Увидимся.